Что делать, если авто изношено настолько, что его никто не хочет покупать? Государство предлагает решение. Сдать своего железного коня и получить за него деньги. Правда, утилизационная выплата совсем небольшая. За авто полную комплектацию предусмотрено 150 тысяч тенге. За неполную – 48 тысяч тенге. Возникает вопрос, кому это выгодно? Здравствуйте, вы смотрите программу «Зелёная экономика». С вами я, Айсара Бесенова. Сегодня в выпуске мы расскажем о пользе данного проекта для экологии. Одна из актуальных тем в рамках защиты окружающей среды – проблема утилизации автомобилей, изношенных запчастей и отработанных эксплуатационных жидкостей. Нагрузка на экологию от массы списанных машин заставила автомобильный мир разработать соответствующую программу. Основная идея данного проекта – обеспечить максимально возможное повторное использование деталей и материалов старых автомобилей. Условия приёма и выпад определит оператор РОП. Проведена оценка, исходя из потребностей в старых автомобилях, исходя из загрузки мощностей по старым автомобилям. И согласно полученным результатам анализа, вышли именно на такие суммы. То есть, что такие суммы должны быть интересны собственникам вот этих вот старых поддержанных автомобилей. Мы прогнозируем, что этот вот объём необходимых транспортных средств будет за счёт вот этих вот денег собран. То есть, это должно быть интересно, особенно в отношении некомплектных транспортных средств, старых транспортных средств. То есть, скажем так, эта сумма выше, чем та, которая может быть получена при сдаче автомобиля просто на металлолом. По дорогам Казахстана ездят 5 миллионов легковых автомобилей, 620 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов. По информации комитета дорожной полиции, 58% легковых машин – это старушки, которым уже за 10 лет. Примерно такова же доля устаревших грузовиков и автобусов. Из общего количества зарегистрированных автомобилей более 16% машин совсем новенькие, имеют срок эксплуатации до 3 лет. 10% авто в возрасте от 3 до 7 лет, 9% от 7 до 10 лет. Данная инициатива РОП позволит стимулировать переработку, снижение нагрузки на полигоны и, естественно, очистку окружающей среды от вредного воздействия всех веществ. В автомобиле находятся несколько жидкостей, находятся аккумуляторы, которые, разрушая свою кислоту, выделяют в грунт и загрязняют грунтовые воды. Если взять твердые бытовые отходы, то тогда отходы ртуть, содержащих ламп, батареек, различные электроны, электрические ломы, они, попадая на полигоны, разрушаются, выделяют вредный газ, выделяют вредные вещества, стойкие органические загрязнители, которые попадают в окружающую среду. Программа утилизации старых авто пройдет в два этапа. Первый – пилотный. Проект стартовал 21 ноября. Пока приемные пункты рассматривают только легковые машины. Предполагается, что с нового года на утилизацию будут приниматься также автобусы и грузовики. Пока будет идти накопление, потому что для запуска любого из производств необходимо скопить сначала объем сырья, на котором будет работать, и при том мы еще до конца не понимаем, как сработает данная программа. Будет ли это удачно у нас идти, либо потребуется вносить какие-то изменения в эту программу. Мы будем смотреть уже по результатам анализа. За 8 месяцев 2016 года на утилизацию было снято порядка 23 или 24 тысяч автомобилей. То есть мы понимаем, что по году как минимум 30 тысяч автомобилей снимается ежегодно. Но в отсутствии подобного рода программ многие автомобили на самом деле находятся где-то либо в степи лежат, либо в гаражах, если их там передали по наследству, допустим. И мы, наоборот, подвигаем подобного рода владельцев таких автотранспортных средств все-таки прийти и сдать его. На программу утилизации возлагают большие надежды. До конца текущего года планируется выкупить около 10 тысяч стареньких авто, включая аварийные машины. Только владельцам придется самостоятельно доставлять технику на пункт сбора. Вместе с тем Министерство энергетики совместно с Отечественным автопромом организовали лотерею для участников программы. Итоги розыгрыша будут подведены в конце года. Счастливчик получит новый автомобиль отечественной сборки. Тамара Александровна живет в столице. Уже несколько лет у нее в гараже стоит машина, которая вышла из строя. Автомобиль 2002 года выпуска. Железный конь достался ей по наследству. Продать технику не представляется возможным. Да и заниматься этим делом некому, говорит пенсионер. Недавно сын прочитал в интернете про новую программу по утилизации автомобилей. Они быстро подготовили документы и результаты не заставили долго ждать. Продать ее невозможно. Никто не хочет ее купить. И так она стоит около гаража, в гараже много лет. Эта акция очень удивительная. Она не только заботится об автомобиле, но и о ее владельцах, которые тоже немолодые люди. И эти деньги очень пригодятся. Мне оператор Роб Ирганат позвонил. Проверили документы. Документы на машину есть, они все в порядке. И эта встреча состоялась. Семья Тори Гельдиных также стала одним из первых участников данной программы. Автомобиль у них полной комплектации. И согласно условиям программы, они получат 150 тысяч тенге. По словам автовладельца, этот старенький Жигули прослужил верой и правдой семье без малого 28 лет. Машина вышла из строя совсем недавно. Теперь и продать ее очень сложно. Новая программа по приему старых авто в утиль пришлось очень кстати. Программу об утилизации автомашины мы узнали по телевидению. И сразу вспомнили свою машину. Машина была приобретена в 88-м году. До этого мы сами в последние годы хотели продать его, оценили его за 100 тысяч. Но покупатели вначале были, потом в конце концов не подошли они. И мы решили воспользоваться этой программой. В случае, если авто очень старое, возможно наличие отдельных составляющих. Кузова, дверей, двигателя, коробки передач. Плюс ко всему, железный конь должен весить не более 3,5 тонн. При себе водителю нужно иметь справку на утилизацию и номер счета в банке. Если в утиль машину сдает не сам владелец, представителю необходимо предоставить доверенность на транспорт. Первую машину здесь принимаем в Астане. На текущий момент проходит процедура принятия документов, осмотра автомобиля. И после определения, к какой относится он к категории, менеджер определит, какую сумму возмещения компенсации получит заявитель. И они проследуют в офис для оформления документов. Ваша машина одобрена по первой категории. В течение 10 дней вы получите деньги. Основная задача программы – освободить страну от автомобильного хлама и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Пункты приема начнут свою работу во всех областных центрах Казахстана. В планах разработчиков проекта также строительство завода по утилизации автомобилей. По предварительным данным, предприятие будет расположено на территории Карагандинской области. Также планируется продолжить акцию в отдаленных регионах республики и широко информировать население через местные СМИ и Акиматы. Кроме того, предполагается, что представители местной администрации будут у участников программы собирать документы и автомобили, чтобы снизить стоимость доставки машины для людей с отдаленных районов. После оператор РОП будет самостоятельно забирать авто эвакуаторами с мест. Таким образом затраты понесет сам оператор. Раз это вывозится на полигон, выбрасывается, оно для физического лица ценности и интереса не представляет, то сейчас оно уже будет представлять ценность и интерес как минимум в 50 тысяч тенге, ну в 48. Соответственно, то, что выбрасывается на полигон сейчас, оно должно в полном объеме попасть на пункты сбора, которые будут созданы. Потому что появляется именно экономический интерес не вывозить на полигон, неся только расходы, а вывезти на пункт сбора, при этом получив на определенную сумму денег. Проект по утилизации автомобилей пилотный. Эксперты не исключают, что в будущем возможны изменения условия программы. Станет ли она успешной? Узнаем совсем скоро. Берегите ресурсы и оставайтесь с нами на телеканале Хабар 24. Остальные выпуски нашей программы вы можете посмотреть на официальном сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова